Кемеровчане помогли матери-одиночке с двумя детьми погасить кредит. Неравнодушные горожане, увидев ее просьбу о помощи на странице в фейсбуке, за ночь собрали более 30 тысяч рублей. Дарья Швыткая расскажет подробности. 36-летняя женщина взяла кредит, 40 тысяч на мебель. Половину долгу успела погасить, но потом уволили с работы, с деньгами возникли проблемы. Тогда на помощь банку пришли коллекторы. До ручки довели, что уже морально, что уже никак. И я терпела просто эти звонки. Они звонят, я включаю, там этот голос такой монотонный, устрашающий, я отключала. Наталья купила эту мебель для старшей дочки. После увольнения с работы семья стала выживать на детское пособие. Когда родилась маленькая Алиса, стало еще тяжелее. Когда коллекторские угрозы стали невыносимыми, женщина обратилась в редакцию местной газеты с просьбой, чтобы те помогли договориться с банком и растянуть кредит. Я не такой добрячок, а очень даже строгий человек. И к истории Натальи тоже так же сначала отнеслась, что сама мы виновата. Но после того, как Наталья встретилась с женщиной, поняла, ей нужна помощь. Написала статью, помогла реструктуризировать долг. А потом пришла домой и разместила пост в соцсетях. Мол, помогите, кто может, нужны детские вещи. Деньги не просили Наталья, про это вообще не знала. Но тут же в первые пять минут мне на карту, привязанную к номеру телефона, упали 500 рублей. И от моего знакомого я снова открыла фейсбук поблагодарить его. И тут увидела комментарии кемеровчан, которые пожелали скинуться деньгами, погасить долг. В итоге так. За ночь неравнодушные собрали около 30 тысяч рублей. На следующий же день кредит в банке погасили. Я не ожидала, что люди помогут. Я думала, что журналисты помогут с банком связаться, чтобы договориться, чтобы заморозить эту сумму, чтобы проценты снять, пеню снять. Потому что там же проценты пеня, люди как наговорили, я говорю, господи, за эти годы я никогда не рассчитаюсь. Я вот это вот хотела, а чтобы вот так вот деньги, я просто в шоке была. Я, конечно, благодарна людям, очень благодарна. Это для меня непосильный труд, вот так вот выплатить сразу всю сумму. На те деньги, что остались от благотворительности, а это около 10 тысяч рублей, Наталья пока так и не решается ничего покупать. Говорит, совесть не позволяет. О коллекторах ей теперь напоминают лишь эти квитанции. Остальное в прошлом. Дарья Швидкая, Евгений Косолапов. Новости здесь, Кузбасс. Новости здесь, Кузбасс. Продолжение следует...